МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вывели на чистую воду. Эксперты Роспотребнадзора обнародовали причину экологических проблем в Южноуральске. Каждый сам за себя садоводов Челябинской области переведут на новый режим оплаты коммунальных услуг. Музыка связала, по прогнозам экспертов, концерт на стройплощадки будущего кафедрального собора объединит меломанов и православных верующих. Стоп-машина жителей домов по улице Столиваров требует прекратить строительство парковки под окнами. Вы смотрите информационную программу Телефакт в студии Анны Андроновой. Здравствуйте! Главное культурное событие этого лета. Сегодня на строительной площадке будущего кафедрального собора Рождества Христова состоялся благотворительный концерт симфонического оркестра, театра, оперы и балета. Его посетили более 500 зрителей. Прямая трансляция велась и на сайте telefakt.ru. Меломаны услышали легендарные произведения русских классиков Чайковского, Мусоргского, Рахманинова. В самом эпицентре событий работал наш корреспондент Екатерина Жданова. Ей слово. Долгожданное событие. Под открытым небом на стройплощадке будущего кафедрального собора прозвучали лучшие произведения российских классиков. Симфонический оркестр на протяжении двух часов безостановочно. Более чем для 500 человек исполнял лучшие произведения. Репертуаре их было всего семь. В импровизированном зале практически не было свободных мест. Челябинцы признаются, ждали твоего мероприятия уже давно. Здравствуйте. Как вам мероприятие? Слушайте, невероятные эмоции. Такая сильная энергетика. Сижу в мурашках вот уже полчаса. Не могу никак остановиться. На вас такое красивое платье. Долго выбирали? Ну, подготовилась, подготовилась. Признаться честно. Вообще отрадно видеть, что публика вся такая наряженная, все мотивированные, с такими горящими глазами. Очень здоровское мероприятие. На масштабном мероприятии также присутствовали и ВИП-гости. Вот что главный редактор столичной газеты «Культура» Елена Ямпольская думает о мероприятии. Вообще вся русская культура очень тесно связана с православием и с верой. Даже в тех иногда очень далеких своих проявлениях, как нам кажется, все равно связано. А то, что сегодня будет исполняться, я так понимаю, будет и Глинка, будет и Чайковский, это, безусловно, имеет свои корни в нашей православной культуре. К масштабному мероприятию долго готовились. Его считают главным культурным событием этого года. Также велась трансляция нашим сайтом telefak.ru, где в прямом эфире, кто не смог прийти и вживую послушать симфонический оркестр, могли насладиться русской классической музыкой, не выходя из дома. Музыкантам повезло. К вечеру синоптики Гидромедцентра обещали дожди, но буквально за полчаса до мероприятия тучи каким-то чудесным образом развеялись над сценой. Все собранные деньги с мероприятий пойдут на строительство кафедрального собора. По мнению митрополита Никодима, христорождественский храм станет визитной карточкой Челябинска, подобно московскому храму Василия Блаженова, который известен на весь мир. Екатерина Жданова, Евгений Нематуллин, Телефакт. Подробный репортаж с места событий смотрите завтра в эфире информационной программы Телефакт. К другим темам. На чистую воду Роспотребнадзор опубликовал результаты последнего забора воды из питьевого источника Южноуральска. По заключению экспертов, на сегодняшний день воду из кранов можно употреблять без вреда для здоровья. Напомним, три недели назад жители Южноуральска стали массово жаловаться на неприятный запах и мутность водопроводной воды. Борис Дубровский поручил провести экспертизу и выяснить причину снижения ее качества. Во время проверки выяснилось, что компания-подрядчик, которая занимается очисткой воды от водорослей, не была готова к последствиям аномально жаркого лета. Было возбуждено административное дело в отношении предприятия, которое занималось водоподготовкой. Тем не менее, очистные сооружения построены в 1955 году и они справлялись до сегодняшнего дня. Естественно, что ГРЭС, сбрасывая горячую воду свою, как в пруд охладитель, оно немножко поднимает температуру. Плюс температурные условия вообще этого лета такие высокие показатели. Пробы воды в Южноуральские сотрудники Роспотребнадзора брали каждый день. Химических примесей обнаружено не было. По итогам проверки вынесено предписание. Чаще проводить очистку водоема от водорослей и в жару делать фильтрацию не каждые 60, а каждые 10 часов. Южноуральских садоводов переведут на новый режим оплаты коммунальных услуг. Покрывать часть долга соседей злостных должников не придется. Соответствующие поправки будут внесены в закон уже в сентябре этого года. Речь о необходимости таких мер шла на недавней встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями садовых и дачных хозяйств. Все подробности у нашего корреспондента Эльвиры Исмагиловой. Вот это уральская наливная, уж традиционная, в каждом саду есть и столько много. Уральская наливная. Любовь Галкина с гордостью рассказывает о каждой культуре на своем садовом участке. Вот уже 30 лет она выращивает экзотические фрукты и ягоды. Чтобы успеть все на лето, пенсионерка перебралась жить в дачный домик. Рассказывает, регулярно бывают перебои с водоснабжением. Отсутствие воды, это тоже нас мучает, потому что у нас нет водовода общего, а у каждого, только у каждой делает скважину. Хотелось бы водички. Жалуется пенсионерка и на соседей злостных неплательщиков. Рассказывает, устала покрывать часть их долга за электроэнергию из собственного кошелька. Между тем, в ближайшее время ситуация может измениться. На высшем уровне было принято решение перевести садоводов на новый режим оплаты. Нерадивых садоводов урезонить немножечко получится, что они будут понимать, что уже возникает прямая ответственность между сбытовой организацией и конечным потребителем. А на сегодняшний день получается, что нерадивый садовод все это возлагает на товарищество. А у товарищества зачастую нет таких возможностей. По новым правилам каждый садовод заключит прямой договор с энергосбытом и будет платить строго по своим счетчикам. Это и другие важные решения были приняты во время недавней встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями садовых и дачных хозяйств. В совещании принимал участие и председатель Совета Челябинского регионального отделения Союза садоводов России. Константин Толкачев также рассказал, что с осени все желающие смогут зарегистрироваться в дачном доме, получив на это соответствующее разрешение. Также устанавливается ряд правил, которые будут регулировать взносы. Три вида взносов. Это вступительные взносы, это членские взносы и целевые взносы. И самое важное, что эти взносы будут тратиться только по тем направлениям, которые прописаны будут в законе. Добавим, поддержку садоводам оказывают и в региональном правительстве. К примеру, впервые за последние шесть лет по решению Бориса Дубровского на возведение инфраструктуры в садовых товариществах региона направлено 10 миллионов рублей. Эти деньги поделили между Копейском, Магнитогорском, Челябинском, Красноармейским и Садкинским районами. Эльвира Исмогилова, Михаил Шурмель, Телефакт. Продолжим тему, какие еще нововведения ждут садоводов в этом году. Спросим у нашего гостя в студии Телефакта, депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель Совета Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Вот в сюжете прозвучало, что все желающие теперь могут зарегистрироваться в своем доме на дачном участке. Что это значит? Как будет процедура происходить? На самом деле эта процедура связана с принятием нового федерального закона, который придет на смену 66-му федеральному закону о садоводствах и дачных хозяйствах. И он несет много положительного для наших садоводов, для тех, кто любит время проводить в саду. И одна из самых главных нормативных актов, точнее нормативных положений, это будет то, что закон позволит прописываться во внесудебном порядке непосредственно на дачном участке в своем садовом домике. Но здесь есть определенные моменты, связанные прежде всего с тем, что законом будут установлены конкретные параметры, которые необходимо соблюсти для жилья. И тот, кто хочет просто иметь садовый домик, он может строить там то, что захочет. Если он хочет прописаться, его дом должен будет соответствовать параметрам, которые будут установлены в законе. А правда ли, что формулировка садовое некоммерческое товарищество, так называемое СНТ, теперь исчезнет? Что будет вместо? Ну, на самом деле это связано еще с принятием еще раньше гражданского кодекса. Поэтому это приведение будет только в соответствии с гражданским кодексом. И у нас появится не садовое некоммерческое товарищество, а будут две формы юридического оформления садовых территорий. Это товарищество собственников недвижимости, либо производственный кооператив. И также законопроект затрагивает проблемы содержания подъездных дорог к садам. Их предлагают передать в муниципалитеты, я так понимаю. Ну, сам закон это не будет определять. Это один из вопросов, который был задан Дмитрию Анатольевичу Медведеву на встрече в Курске. И здесь, в рамках этого вопроса, Дмитрий Анатольевич дал такое определенное поручение, чтобы рекомендовать всем главам, всем регионам, забрать бесхозные дороги и упростить процедуру их принятия на баланс. Также речь была затронута по поводу сбыта продукции, да, дачников говорили? Вот как теперь это будет происходить? Все, что выращено на грядках, куда это? Здесь это вопрос давнишний, и его нужно на самом деле решать уже именно в форме упрощения сертификации. То есть будет упрощена сертификация? Будет упрощена сертификация. Хорошо, спасибо большое за интересный разговор. А я напомню, у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель Совета Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Снизить цены на продукты и поднять пенсии жители Ленинского района озвучили свои пожелания к кандидату в депутаты Государственной думы. Каждый день Анатолий Литовченко проводит встречи с людьми. Управленец уверен, мелких проблем не бывает. Решать необходимо каждый вопрос. Дороги, цены на хлеб и молоко, размеры пенсий Анатолию Литовченко из зала задают самые острые вопросы. Это дворец культуры в Ленинском районе. В зале заводчане. Интересуют их житейские проблемы. И как их решать, знает Анатолий Литовченко. Молоко сельхозпроизводитель производит за 20 рублей, а через 50-100 километров мы его же покупаем по 60 рублей. Я считаю, что здесь должны быть серьезные ограничения естественным монополиям, тем сетевым магазинам, которые сегодня, на мой взгляд, необоснованно увеличивают стоимость продукта. Ограничить наценку, объясняет Анатолий Литовченко, нужно до 25%. Но такие ограничения на уровне регионов ввести нельзя. Нужны федеральные законы. Таких встреч кандидат в депутаты Анатолий Литовченко проводит сейчас по 8-10 в день. Каждая вызывает ажиотаж. Видимо, сказывается усталость жителей. От бездействия других депутатов округа, который в Госдуму избирается, уже 18 лет. Но проблемы так и не решены. Давно я не слышал умного человека, можно так сказать. Нету никакого пафоса. Все точно. Понравилось мне, как он говорит. Действительно, человек труда, который не понаслышке знает все проблемы людей. Такому же, как они, человеку труда, заводчане в конце встречи вручают каску, как символ своей поддержки. Большое спасибо вам. Здоровья вам. Выборы депутатов Государственной Думы состоятся 18 сентября. Анатолий Литовченко идет в списке под четвертым номером. Служебные автомобили чиновников, а также дорожную технику оснастят навигационной системой ГЛОНАСС. Об этом сегодня на совещании с главами муниципалитетов заявил министр информационных технологий области Александр Козлов. Система поможет сэкономить бюджетные средства, которые направляют на горюче-смазочные материалы. Уже сейчас эта система позволяет сократить затраты на горюче для школьных автобусов и машин скорой помощи. Затраты бюджета всех муниципальных образований на то, чтобы содержать вот эти вот ГЛОНАСС-устройства составляют где-то миллион семьсот. А экономия за полгода уже составила 10 миллионов рублей. Также Александр Козлов предложил принять комплекс МИР на использование технологий ГЛОНАСС в целях экономии горюче-смазочных материалов и для транспорта жилищно-коммунального хозяйства. А сейчас о погоде в Челябинске. Спонсор прогноза «Меховая ярмарка» в ДК «Железнодорожников». Большой выбор шуб и выгодные цены. Внимание! Скидка до 60% на шубы. Всем пенсионерам и бюджетникам на меховой ярмарке «Славянский базар». С Велинга 54. ДК «Железнодорожников» правое крыло. В пятницу в Челябинске будут дожди. По данным синоптиков гидромедцентра, вечером в городе пройдут ливни. А в дневные часы все так же жарко. Плюс 28, плюс 30. Ветер с западного направления до 3 метров в секунду. Тетрис признали лучшей игрой всех времен. Рейтинг составили эксперты журнала «Тайм». Второе место специалисты отдали игре «Супер Марио», а третье – «Легенда о Зельде». Добавим, что Тетрис, который возглавил ТОП, был разработан советским математиком Алексеем Пожитновым. Еще больше интересной информации во второй части «Телефакта». Через минуту смотрите. Автопарковка или сквер жителей домов на улице Столиваров выступили против строительства стоянки под окнами. Улыбочку оператор-губернатор Челябинской области научил волонтеров фотографировать первоклашек. Волшебство в Челябинск привезли посуду, в которой не портятся продукты. Вместительная автопарковка или зеленый сквер жильцы домов по улице Столиваров выступили против строительства стоянки под окнами. Тяжелая техника уже начала работу, и возмущенные люди заявили, намерены по очереди дежурить возле сквера, чтобы не допустить вырубки зеленых насаждений. В конфликт жильцов и застройщиков вмешались чиновники мэрии. Развязка истории в репортаже Алены Павловой. Как только, говорит, вы уйдете, и мы сразу же начнем строительство здесь. Потому что нам никто ничего не говорил, у нас подписаны документы есть. Нагоним ОМОН, и вас всех разгонят. Жильцы домов 41 и 39 по улице Столиваров держат оборону сквера. Говорят, на этом месте готовы дежурить даже ночью. Люди боятся, что единственный в округе зеленый островок, где они гуляют с детьми, уничтожат. Ни с кем не согласовано абсолютно. Вы представляете, что это будет? У людей вместо травы под окном будут постоянно выхлопные газы. Представитель компании «Подрядчик» объяснил, парковку планируют воздвести рядом с магазином. Его намерены открыть на первом этаже дома. Жильцам показали и документы. Разрешение от городского управления экологией и природопользования на подготовку площадки под будущую стоянку. Вы проверяли как-то или так издалека? Нет, дело в том, что... Документы, которые просрочены документы. Конфликт жильцов и предпринимателя, собравшегося строить парковку, вмешались чиновники из городской администрации. В мэрии пояснили, участок, который местные называют сквером, давно стал местом сбора нетрезвых компаний. По мнению властей, эта территория давно нуждается в благоустройстве. Никакого статуса сквера в данном месте нет. Парковка будет организована именно в том месте, где ее сейчас начинают делать, потому что только это место соответствует всем нормам. Отступ от зданий, от дороги. Владимир Сафонов пояснил, что документ от Управления экологией и природопользования дает право собственнику ликвидировать газон и вырубить один кустарник. Остальные деревья останутся невредимыми. Алена Павлова, Евгений Нигматуллин, Телефакт. Магнитогорск – самый комфортный для жизни город Челябинской области. Об этом заявили сегодня в правительстве на традиционном совещании с главами. В регионе подвели итоги ежегодного конкурса на самый благоустроенный муниципалитет. Среди городов с численностью более 100 тысяч жителей и победил Магнитогорск. На третьем месте – Золотоуст. Почему Челябинск занял не первую, а только вторую строчку рейтинга, объяснил первый заместитель губернатора. Потому что город больше, проблем чуть больше, баллы получаются чуть меньше. Но, скажем так, компактным городом всегда легче управлять. Есть критерии оценки, там их более 15 критериев, по каждому критерию считаются баллы. Добавим, в этом году в конкурсе приняли участие 28 муниципалитетов. Самым благоустроенным поселком с населением до 5 тысяч признали Саргазинское поселение. Жительница Челябинска пожаловалась автором рубрики «Кредит недоверия на коллекторов». По словам женщины, неизвестные присылают ей СМС с угрозами. Ситуация традиционная, но что делать в подобных случаях, расскажет Валентина Яковлева. Здравствуйте, жизнь в страхе. Пенсионерка, которая не хочет называть своего имени в целях безопасности, уверяет, коллекторское агентство ФАУС не дает ей покоя. Помимо угрожающих звонков и СМС, царапают двери и разбивают окна. А дочь, по словам женщины, и вовсе довели до самоубийства. История началась два года назад, когда дочь, обратившаяся к нам пенсионерке, взяла кредит в 5000 рублей в организации «Суперденьги». Ларек снесли год назад. Заемщица покончила с собой. По словам положилой женщины, из-за того, что коллекторы не давали ей спокойно жить, признается, угрожают и ей. Плоскогубцы, зубы будем выдергивать по одному, кожу будем снимать, живем, закопаем, лес увезем, там квартиру подпишите, там что только не было. Пенсионерке нужно отдать 200 тысяч рублей. Набежали проценты, так утверждают коллекторы. Мы звонили на 30 номеров, с которых женщине приходили СМС. Ни один не отвечает. Пока выпуск готовился к эфиру, нам позвонила пенсионерка и рассказала, следственный комитет возбудил уголовное дело. Если вы считаете, что коллекторы нарушают ваши права, следует немедленно обратиться в полицию либо по желанию в антиколлекторское агентство. Зафиксировать нанесенный ущерб, к примеру, разбитые окна либо поцарапанные двери. Обязательно записывать телефонные разговоры, найти свидетелей. Подавляющее большинство обращений, которые на сегодня идут в правоохранительные органы, это крик души. Понятно, что люди так реагируют. Они просто призывают о помощи, но у правоохранительных органов есть определенные инструменты. И им необходимо понимание, где произошло, когда, кто звонил, на каких машинах приезжали. Задыхаются всем двором. Екатерина Васянина уверяет, в подвале их дома вот уже месяц стоит неприятный запах. Управляющая компания приезжала всего один раз, посыпали хлоркой и уехали, жалуется пенсионерка. Только вот дышать от этого легче не стало. Пахнет. Я вот на втором этаже, мне даже балкон не открыть. Звоним, открыли колодец, посмотрели, уехали, все нормально. Дышать и молчать жители 15-го дома по улице Володарского не могут. Одни жалуются на аллергии, другие на отеки по всему телу. Все это утверждают от зловонии. Мы отправились за мастерами и вместе спустились в подвал. Да пошли вы все. Был такое? Было. Нет. А что вы ответили? Кому? Я вообще ее ничего не ответила. Вот ей лично, я вообще ничего не ответила. Ну, я же не протянулась. У меня 78 лет, я буду приезжать. Я лично вам ничего не ответила. У Днежда Васильевна. Сотрудники уверяют, следят за подвалом, периодически посыпают хлоркой, а в зловониях виноваты сами жители. Мы вылавливаем картофельные очистки, мы вылавливаем помидоры, мы вылавливаем половые тряпки. Понимаете? У нас какая-то канализация есть. Для чего? Нет. Канализация не для этого. Екатерина Альбертова сдаваться не собирается. Намерена написать письмо в приемную президента. У меня глаза все съели, я тебе поражаю. У меня глаза не съели. Я сижу. Ложусь. Сотрудники ЖЭКа номер 3 пообещали, что дадут жителям вздохнуть свободно и прочистят подвал в ближайшее время. С вами был Кредит Недоверия и я Валентина Яковлева. Если вам оказали некачественные услуги, не стоит об этом молчать, срочно обращайтесь в нашу рубрику. Связаться с нами вы можете по телефону 790-0202 или на сайте telefak.ru Вступайте в наши группы ВКонтакте и Одноклассниках. Фотографии 19 тысяч челябинских школьников украсят парк имени Гагарина. Челябинск подключается к масштабному проекту парад первоклассников. Снимки сделают 1 сентября после праздничной линейки в 153 школах города. Чтобы провести столь масштабную фотосессию понадобится помощь более 200 волонтеров. Сегодня для них провели мастер-класс по портретной съемке. Я всю жизнь с самого детства увлекаюсь фотографией. Для меня это очень интересно. И на любых праздниках семейных и выездных я всегда с фотоаппаратом. Меня всегда просят фотографировать. Мастер-класс для начинающих фотографов провел оператор пресс-службы губернатора Челябинской области. Родион Платонов рассказал об особенностях современной фототехники, нюансах работы со светом и ракурсом. Профессиональный фотограф подчеркнул, чтобы снимок получился красивым, необходимо в первую очередь расположить к себе ребенка. Эмоционально взаимодействовать я их все-таки попросил. То есть я некоторые моменты, как завладеть вниманием, я попытался им рассказать, надеюсь, воспользоваться. А большей частью секреты, как не вовлекать в техническую часть ребенка и при этом в техническую часть исполнить. Проект «Парад первоклассников» презентуют 10 сентября в парке имени Гагарина. Он не только позволит создать масштабный фотоальбом под открытым небом, но и станет первым важным этапом в профориентации. Как рассказали организаторы, сотрудники компании «Интерсвязь», под каждой фотографией ребенка будет написано, кем он мечтает стать, когда вырастет. В этот же день, 10 сентября, более 50 организаций Челябинска установят интерактивные площадки, где первоклассники смогут познакомиться со своей будущей профессией. К примеру, надеть костюм пожарного или освоить работу с медицинским стезоскопом, побыть строителем или телеведущим. А между тем, на Южном Урале идут последние приготовления к 1 сентября. Проверки Роспотреб и Госпошнадзоров прошли в 2792 учреждениях. Это школы и детские сады. По информации Министерства образования и науки области, в этом году за парты сядут 370 тысяч детей. Из них 44 тысячи первоклассники. Отметим, в области работает федеральная программа по созданию новых образовательных учреждений. На это направили 716 миллионов рублей. К концу года в Челябинской области откроют 6 детских садов, а также приобретут 3 здания под школы. Ведется работа и по переводу школьников на учебу со второй на первую смену. В настоящий момент у нас 16,5% детей, к сожалению, пока еще обучается во второй смене. Но это уже на 3% меньше, чем было в прошлом году. Добавим, по словам министра образования и науки Челябинской области, ликвидировать вторую смену в школах региона удастся к 2020 году. Сайт telefact.ru разыгрывает билеты на концерт Григория Лепса. Шоу состоится в Челябинске 12 сентября. Победитель конкурса получит пригласительный на две персоны на лучшие места в зале. Чтобы выиграть билеты на концерт, нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк по стуо розыгрыше, а в комментариях написать свой порядковый номер, а затем поделиться записью на своей странице. Принять участие в лотерее можно до 9 сентября. В этот день в 12 часов будут подведены итоги и опубликовано имя победителя. В Челябинск привезли посуду, в которой не портятся продукты. В специальных глиняных горшках без холодильника можно долго хранить молоко, мясо и овощи. А приготовки блюда в них не подгорают. Что еще интересного можно купить на ярмарке товаров народного потребления «Дружная семья» расскажем в следующем сюжете. На выставке ярмарки народных товаров «Дружная семья» есть все, чем можно порадовать себя и родных в преддверии осени. Молочная продукция, мясные деликатесы, халяль, изделия из канины, рыба из Петропавловска, Камчатского и Якутии. Данная рыба не болеет ни апистрахозом, ни другими заболеваниями, только потому, что она находится в ледяной воде и в устье Лены заходит еще с морской водой. Также на ярмарке впервые представлен освященный мед. Его продают сами священнослужители. Выручка пойдет на строительство монастыря в Ивановской области. Кроме того, на выставке можно купить китайские лечебные травы и глиняную посуду. Любой желающий здесь может самостоятельно сделать горшок. Он центруется, вытягивается, делается такой конус, углубление небольшое. Любую форму можно внутрь вот так завернуть, можно наружу развернуть. Есть на ярмарке большой выбор спортивной и верхней одежды на осень. Расписные и оренбургские платки из козьего пуха, а также саженцы, кустарников и различных цветов. Ярмарка будет работать по 28 августа в Дворце спорта «Юность». В завершении выпуска о погоде в городах региона. По данным Гидромедцентра, завтра на Южном Урале будет все так же солнечно и жарко. Вечером пройдут дожди. В Кослях в дневные часы 28 со знаком «плюс». Солнечно-красковременные осадки. В Золотоусте также 29 выше нуля. Вечером эксперты прогнозируют ливни. В Митогорске плюс 32 малооблачно, также осадки. Тройский столбик цимометра поднимется до отметки плюс 30 градусов дождь. В Копейске будет ясно, и температура воздуха 30 со знаком «плюс». Вечером пройдут ливни. И на этом все. Смотрите Телефакты, делайте новости вместе с нами. По итогам недели мы выберем самого активного зрителя и наградим. Пишите нам также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. А я же с вами прощаюсь. До свидания.